Литающие лыжники Сахалина проверили свои силы на фоне именитых соперников. Шанс выпал на открытом региональном чемпионате по прыжкам с трамплина. Конкуренцию островитянам составили члены сборной России. Для них турнир стал частью тренировочных сборов. Как он проходит, расскажет моя коллега Аделина Леонова. В день соревнований погода хворает. Дождь хоть и не стал причиной отмены стартов, но трудности в виде намокших костюмов спортсменам добавил. Однако для тех, кто упорно готовится к каждым соревнованиям, не существует препятствий. В этот раз лыжники прыгают с самого большого трамплина К-72. Подготовка, технические тренировки, прыжковые тренировки. Так как у нас в городе нет трамплинов, на старых лыжах по хвое катались. Технические тренировки, чтобы если на трамплине будет уже трамплин высох, чтобы даже если лыжи тупанули, можно было устоять. Всего у участников было по одной пробной попытке, чтобы адаптироваться к условиям соревновательного дня и два зачетных прыжка на результат. Высоту разгона регулировали в зависимости от возраста спортсмена. Мы открываем чемпионат Сахалинской области на призы «Советский Сахалин». Это было в далеких начало 30-х годов. Потом, к сожалению, эта традиция, так скажем, исчезла, но мы ее возобновляем в этом году и возобновляем ее полноценно. Даже с таким составом у нас приехала сборная команды России по прыжкам на лыжи с трамплина. Мужская сборная России прилетела на Сахалин впервые. Спортсмены здесь уже около недели. Для наших юных лыжников это возможность принять опыт у призеров Олимпийских игр и участников других крупных соревнований. В конце июня регион посетит и женская сборная этого вида спорта. Спрашивают автографы, спрашивают, как там в посадке сидеть, как на тренировке разминаться. Мы ходили в поход буквально недавно, два дня назад, что ли, вместе с этими, со всеми ребятами, со всей школой. Мы шли, разговаривали, обсуждали какие-никакие моменты тренировочные. И мне кажется, им нравится. И мы только для этого сюда приехали, чтобы поднять их мотивацию прыгать. По итогам прыжков среди юниоров победу одержал Артем Мясников. Второе место занял Дмитрий Серегин. Бронзу забрал Данил Красковский. Среди мужчин лидером стал Данил Садреев. Серебряную медаль взял Евгений Климов. Из Пермского края тройку замкнул Кирилл Котик из Нижегородской области.